Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи в нашей программе сегодня музыкант Алексей Кортнев. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также нам и пишите в WhatsApp 230-619-1. Вы недавно записали песню совместно с другими артистами, песню благодарности медикам, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Весь творческий флешмоб, он был сделан по удаленной связи. Вот какой период сегодня переживают артисты и каков он лично для вас, этот удаленный режим? Вы знаете, очень хлопотно, потому что я выхожу в эфир из дома каждый день по 3-4 раза. Например, сегодня вечером мне предстоит сыграть часовой концерт под гитару. Вчера мы играли на площадке МТС, это один из провайдеров связи российских больших. И это был наш единственный первый концерт за месяц с группой «Несчастный случай». Мы встретились. Это было очень смешно, потому что все приехали, естественно, в масках, перчатках. Непрерывно перед нами всё обрызгивали всякими дезинфицирующими средствами. Микрофоны обрыскивают, инструменты обрыскивают. В общем, похоже всё это на такой дурной сон, конечно. Но, с другой стороны, уже мы привыкли к этим правилам игры и, в общем, особо не раздражаемся. Так вот, поскольку мы с «Несчастным случаем» всё время что-то придумываем, записываем песни, мы делаем две премьеры в неделю у себя на YouTube-канале «Несчастный случай». Поэтому работы мне вот прямо хватает. А единственное, что печалит, что за эту работу никто не платит деньги, естественно. Но можно ли этот кризис, эту ситуацию рассматривать как время возможностей? Потому что, с одной стороны, действительно, сейчас многие терпят убытки, а с другой стороны, ведь есть возможность делать то, что, наверное, в обычной жизни, в обычных условиях то руки не доходят, то ещё что-то. Вот как вы считаете? Ну, я уверен совершенно, что мы очень много полезного для себя. Ну, давайте я буду про себя говорить, даже не мы. Я был человек в компьютерах и в гаджетах вообще несведущий, да. То есть я пользовался поскольку это мне было нужно, а было мне нужно гораздо меньше. То есть, например, по Скайпу и Зуму я говорил вот за этот месяц больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, несомненно. Это полезно, да. Это какие-то навыки приобретённые, я точно знаю, что я и мои коллеги будем использовать и дальше. Вот. Мы больше общаемся с детьми, мы гораздо больше занимаемся физкультурой. Это нельзя назвать спортом, конечно, но физкультурой мы занимаемся каждый день, там, по часу, по полтора. Это очень полезно и хорошо. Ну, вот вы в своих песнях, посвящённых, посвящённой, по крайней мере, одна из песен, посвящённой ситуации, в которой мы сейчас все находимся, ставите и оставляете очень много вопросов, ну, в том числе, будем ли мы стерильны, как ангелы или как чёрти черны. Какой вопрос сейчас стоит у вас на повестке дня? Вот самый главный, который вас, возможно, тревожит или волнует? Ну, вы знаете, очень практический вопрос, когда мы сможем выйти из карантина. И от этого зависит планирование концертов и спектаклей, которые сейчас все сдвинуты. То есть вот у нас, например, первоапрельский концерт большой перенесён на 6 июня. Боюсь, что 6 июня он тоже не состоится. И вот это для меня сейчас первостепенно... Ну, вернее, это второстепенный вопрос. Первостепенный, конечно, когда закончится пандемия. Потому что, ну, вот это, мне кажется, сейчас каждого разумного человека волнует в первую очередь. Когда перестанут заболевать и тем более умирать люди. Вот это очень бы хотелось понять. Как раз одна из наших слушателей сейчас спрашивает у вас в Фейсбуке. Не могу найти её вопрос сейчас процитировать, но она спрашивала о том, что вы первым делом сделаете после окончания. Карантина. Да. Ничего необычного абсолютно не знаю. Каких-то планов нет? Я... Что, простите? Ну, каких-то таких вот прям целенаправленных идей нет? Что вы сделаете первым делом, когда можно будет выходить из дома уже не только по необходимости? Вы понимаете, я живу со своей семьёй на даче. Я имею возможность выходить на свой участок каждый день на любое время. Поэтому я, слава богу, ну, просто в силу обстоятельств не чувствую такого уж стеснения, как городские жители, которые действительно заперты в каменных бетонных коробках, и вот они страдают по-настоящему. Я лишён только одного своей работы, да, и больше ничего. Поэтому как только нам разрешат начать работать, я сразу туда пойду. Всё остальное, в общем, как было, так и есть. Вы сказали о финансовой... с финансовой точки зрения, что это непросто сейчас. Что касается вот отсутствия контакта с живым зрителем, для вас это мучительно? Или уже смогли трансформироваться в этом смысле? Нет, это, конечно, противно, потому что, ну, один раз, ну, два раза ещё прикольно сыграть перед... Вот так, как я сейчас с вами общаюсь перед собственным компьютером, находясь в наглухо закрытой комнате. Но на третий-четвёртый раз это уже теряет новизну и остроту, и, конечно, становится печально без обратной реакции. Она, конечно, для артиста чрезвычайно важна, но это всё равно небольшие проблемы, гораздо большие проблемы у многих моих друзей и знакомых, которые занимаются частным бизнесом, мелким, средним бизнесом. Вот те действительно сейчас находятся в отчаянном положении, поэтому мои проблемы по сравнению с владельцами кафе, ресторанов, всяких развлекательных площадок, мои проблемы по сравнению с их проблемами ерунда. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. У меня вопрос к Алексею. Я его знаю как большого оптимиста. И вот Алексею я хочу спросить. Вас уныние не посещает? И если вы сохраняете оптимизм, то что вам помогает его сохранять? Спасибо. Спасибо вам, Лариса. Спасибо. Вы знаете, я... Нет, уныние меня не посещает, действительно. Наверное, просто в силу характера. Я совершенно уверен, что мы вернемся к нормальной жизни, поскольку я все-таки пережил 90-е годы, как и многие соотечественники. И понимаю прекрасно, что кризисы заканчиваются, и просто придется потерпеть. Но я думаю, что тем, кто прожил 90-е и вышел из них непокалеченный и живой, уже никакие вот эти вот мировые катаклизмы не страшны. Тем не менее, в своей песне «Мир во время чумы» вы поете, что свобода страшнее тюрьмы. Это такая метафора или действительно так? Нет, ну это, конечно, метафора. Я же прямо в следующей же строке говорю, каким парадоксом стал мир во время чумы. Действительно, сейчас домашнее заключение добровольное, а для некоторых принудительное. Оно полезнее и правильнее, чем свободное перемещение улицы. Я только верю в то, что это временно, что это не навсегда. И эта домашняя тюрьма, она, в общем, скоро разомкнет свои двери. Мы идем на улицу, на полю. Через месяц ли, через полтора ли, но это произойдет. Но это отсылка к Орлу «Свобода – это рабство» или это то, что у вас родилось? Там сразу две отсылки. «Не выходите из комнаты, свобода – это отсылка, соответственно, к Бродскому его творению, которое внезапно стало столь знаменитым во время пандемии, ну и к Орлу, конечно». Но «Свобода – это действительно рабство, как вы считаете? Потому что ведь на постсоветском пространстве, по крайней мере, можно увидеть такие тенденции, что многие не знают, что делать со свободой и хотят сильную руку. И в Латвии часто можно услышать о том, что «верните нам сильную руку», как пульминист. Я совершенно не отношусь к этому разряду людей, которые видят свободу в рабстве. Я-то, наоборот, последовательный, законченный либерал. И считаю, что… Нет, сильная рука хороша, так сказать, когда она контролируется обществом. То есть, вот, скажем, там, безвольный глава Министерства иностранных дел или внутренних дел, наверное, никому не нужен и не устроит никого. Но полагаться исключительно на управление сильной рукой, конечно, с моей точки зрения, безумие. Многие политологи сейчас акцентируют внимание, причём в разных странах, о том, что вернёмся ли мы после пандемии к тому миру, в котором были, и не потеряем ли те свободы, ну, в зависимости от стран, больше или меньше, которые у нас были. Вот как вы считаете, в России что-то подобное может произойти, что гайки закрутят и не открутят потом до конца? Да, я думаю, что вот этот тотальный контроль, который сейчас вводится из благих побуждений, ну, мы хотим всем верить, что из благих побуждений, он, конечно, не будет демонтирован. Вот вся эта система слежения, QR-кодов и прочее может быть введена в любую секунду. А уж то, что мой родной город Москва напичкан тысячами камер, которые отслеживают твоё перемещение, это истинная правда. Причём за последние годы их количество увеличилось просто в разы. Я это хорошо знаю, потому что получаю штраф регулярно. Ну, у вас есть страх, что вирус уйдёт, а карантин нет? Нет. Беспокойство такое? Нет. Такого страха нет совершенно. Уйдёт, то есть останется не карантин, останется слежка, останется вот эта такая глубокая цифровизация жизни, когда твой телефон, твой компьютер, твой автомобиль и ты сам, потому что ты растворён в этих вещах, в этих гаджетах, в этих предметах, да, ты сам всё время находишься на виду у государства. То есть где бы ты ни находился, твой сигнал есть на каком-то мониторе. Ну, меня это не пугает, меня это возмущает, но не пугает, да, потому что у меня, в общем, нечего закрывать совершенно. Но наверняка найдутся люди, которые будут против этого очень серьёзно протестовать. Но опять же, мы ведь, возвращаясь к Орлу, которого мы уже упоминали, это концепция большого брата, то есть получается, что вот так мягко и, может быть, постепенно мы подошли к этой идее, которую Орл писал ещё в своей книге. Да, большой брат видит тебя, всегда видит тебя. Да, совершенно верно. Что касается поддержки Министерства культуры, возможно, оказывается ли она какая-то? Мы знаем, что в России не объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривала бы определённую поддержку и гражданам, и бизнесу, ну, бизнесу вроде как Владимир Путин сказал, что будет какая-то поддержка, но многие её раскритиковали, тем не менее. Вот что касается музыкантов и поддержки со стороны государства, её абсолютно нет или всё-таки что-то есть? Со стороны государства, насколько я понимаю, нет. Я думаю, что поддерживаются государственные учреждения, такие как большие театры, ну, большие, не в смысле большой театр, рокеры и балетов, такие значимые академические театры, академические музыкальные коллективы. Я уверен, что они получат поддержку, если уже не получили просто, ну, у меня нет такой информации. Вряд ли какой-нибудь государственный симфонический оркестр будет сидеть на полном, значит, на голодном пайке. Вряд ли. Но мы, вот, рок-н-ролльщики, например, конечно, никакой от государственной помощи не получаем, но хочу сказать огромное спасибо. Я вам уже рассказывал про вчерашний концерт, который организовал МТС. Вот это вот реальная, очень серьёзная помощь музыкантам. Они устраивают такие концерты, по-моему, через день и платят за это деньги. Просто платят гонорар. Это единственный способ сейчас что-то заработать. И, с моей точки зрения, это очень благородный поступок, потому что МТС – это частная компания. Но понятно, что они, вот, все компании, которые предоставляют сотовые, ну, услуги связи, они, наоборот, сейчас на коне, да, потому что трафик возрос в разы, а связь при этом не подешевела, да, согласитесь. То есть, компании на этом, в общем, хорошо зарабатывают деньги. И вот то, что МТС таким образом делится этими деньгами музыкантами – это прямо почёт и уважуха. Что касается тем, на которые сегодня пишут, возможно, композиторы, которые исполняют музыканты, вот, певцы и певицы, в частности, вот, в марте Бьянка, певица, записала, выпустила трек про коронавирус, который раскритиковали потом в сети. «Мама миа, пандемия», она как-то что-то такое спела. Её обвинили в том, что она пытается хайпить на этой теме. Вот, должна ли здесь присутствовать какие-то красные линии у артистов, у певцов в этот момент? Вообще, мне кажется, что красные линии является только вкус артиста, вкус человека, да, можно тонко и не обидно шутить и вообще высказываться о чём угодно, если только ты делаешь это со вкусом, не нарушая… А вот что такое вкус, уже объяснить невозможно. Но это субъективно всё очень. Это всё очень субъективно, да, конечно. Ожидать того, что авторы не будут высказываться по поводу происходящего в мире, ну, как это можно предположить? Конечно, сейчас все… Не то, чтобы там прямо кинулись писать про пандемию, но это единственная актуальная новость, как можно на это не реагировать, той же певице Бьянки. Ну, просто вот в её милой головке как-то это вылилось в слова «Мама, мне пандемия». Ну, виновата ли она? Она пыталась. Ну, вообще, оскорбление, там, чувств верующих, неверующих и любых других. Вы когда написали песню «Патриоты», и когда её исполнили, у вас не было проблем из-за этого, учитывая, что она высмеивает очень многих? Нет, абсолютно не было никаких проблем. Были какие-то письма от Союза казаков России в прокуратуру, значит, что надо бы проверить эту песню на содержание, на наличие вот разжигания розни какой-то. Но, насколько я понимаю, даже ни до какой проверки дело не дошло, потому что, ну, повод был уж больно смехотворный для этого. Нет-нет, никаких проблем не было, и я и не склонен, честно говоря, оскорблять чувства верующих, хотя сам являюсь неверующим человеком. Нет. Ну, а Михалков, в образе которого вы появляетесь в клепе, насколько мы поняли и прочитали, возможно, это не так, но кажется, что… Очень похож. Да, очень похож. Конечно, очень похож. Не связывался? Никита Сергеевич на это никак не прореагировал, потому что, ну, слушайте, он при всем моем с ним расхождении в оценке ситуации в России, он все-таки был и остается крупным, ну, как и мыслителем, и художником, и, ну, на подобные выпады в свой адрес не реагирует. Ну, вы критикуете нынешнюю российскую власть, в принципе, довольно последовательно, и выступали в поддержку, в том числе российского оппозиционера Алексея Навального. А в то же время вы также поддержали политику российского государства в Крыму по вопросу присоединения Крыма. По крайней мере, этот отрывок из вашего интервью, он очень хорошо разошелся в СМИ, в социальных сетях. Вот нет ли противоречия у вас? Он хорошо разошелся, и он несколько неверно толкуется. Я сказал буквально следующее, что если бы не произошло вот это вот взятие власти в Крыму, то мы бы имели там точно такую же войну, как имеем на Донбассе, ну, на Донбассе и в Луганске. Имел в виду я именно это, что большая удача, что не пролилось ни одной капли крови. Вот и все. На вопрос, наш ли Крым, я отвечаю, несомненно, отрицательно. Хотя вы, ваша цитата, возможно, вы меня исправите, может быть, это уже каким-то образом интерпретировано иначе. Я процедурую, я рад, что Крым снова наш, потому что это прекрасное живописное место, жемчужина Черного моря, Крым это великолепно, но тот способ, которым он был возвращен в Россию, ситуация, которая за ним последовала, вызывает двоякие чувства. Сейчас, когда в южных и восточных областях Украины идет настоящая война, понятно, что присоединение Крыма спасло огромное количество жизней, и стало быть, в конечном счете, его силовой захват был справедлив, вы говорите. Ну, возможно, цитата не точная, но, тем не менее, вы подчеркиваете, что он наш, имеется в виду ваш. Это было сказано уже много-много лет назад, с тех пор многое изменилось. Вы поменяли свою точку зрения? Я не поменял ее, я ее прояснил просто для себя. Очень много сейчас говорят о рукопожатности, вот этот вопрос о Крыме, который часто задают для того, чтобы понять политические взгляды конкретного человека. Приходилось ли вам с кем-то расставаться и знакомых, друзей, единомышленников именно по причине каких-то политических взглядов? Нет, не приходилось, слава богу. Вы знаете, просто так сложилось, что круг моего общения, круг дружеский, он потому и дружеский, что все находятся на каких-то одних, ну, более-менее позициях. Конечно, кто-то левее, кто-то правее, так сказать, в этой шкале, но принципиальных расхождений у меня с друзьями нет ни в чем. Но артисты не становятся часто заложниками каких-то политических игр в том смысле, что от вас и журналисты в том числе спрашивают, задают какие-то вопросы политические, затем это становится и расходится, и, соответственно, может и навредить артисту тоже, если он высказывает свою точку зрения или, может быть, его неправильно интерпретируют. Вот вот насколько вы уязвимы сейчас, как, ну, известные лица, я сейчас говорю, об артистах в целом? Не знаю, но, наверное, уязвимы, но, видите ли, я считаю ниже своего достоинства не отвечать на вопросы, когда мне их задают. Я понимаю, что иногда я рискую действительно, причем рискую прослыть и консерваторам, или излишним либералам, да, смотря, ну, с какой точки зрения смотреть, но я просто, честно говоря, то, что чувствую в данный момент, а насчет уязвимости, да, не знаю, как-то я особо не страдаю из-за того, что разговариваю вот с вами сейчас, например. Ну, а были последствия какие-нибудь от ваших высказываний политических? Улияли ли они как-то на вашу творческую жизнь? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Ну, вы знаете, у нас был эпизод, когда я отказался там вести, конферировать фестиваль шашлыков, который был по-быстрому организован, когда в Москве этим летом, ну, прошлым летом были протесты в городе, и быстренько сляпали такое мероприятие, фестиваль шашлыков в Центральном парке имени Горького. Там рок-музыканты выступали. Да, и я сначала, не сообразив, о чем идет речь, ну, просто не сопоставив даты, да, одно с другой, согласился его вести, потом накануне был вынужден отказаться, когда, ну, сложил 2.2 и понял, что это мероприятие организовано специально, чтобы отвлечь молодежь от протестных всяких событий. Ну, мы потеряли, конечно, заплатить штраф, потеряли несколько очень больших контактов, которые нам поменили. Ну, вот это, да, это некие… ну, то есть ты просто теряешь деньги, все. Ну, для вас такие деньги сейчас не приоритет, если вот говорить об этой ситуации, например. Ну, нет, деньги для меня очень важны, но у нас, слава Богу, есть другие источники дохода, частные компании. Мы потеряли, как бы, городские мероприятия, которые организовывались проектом, ну, какими-то структурами, связанными с проектом. А всякая частная деятельность, как была, так и продолжалась. Насколько важно сегодня артисту попасть на федеральные телеканалы, или это уже не имеет такого большого значения, как раньше, для того, чтобы быть? Я думаю, что это не имеет никакого значения уже. Голубой огонек? Ну, это просто братская могила, голубой огонек. Да нет, нет, ну что вы, мы чаще отказываемся, когда нас зовут зомбоящик, соглашаемся. То есть, ведь раньше, ну, по крайней мере, складывалось такое впечатление у человека, который смотрит со стороны, для того, чтобы стать звездой или поддерживать свою известность, нужно было участвовать во всех вот этих традиционных мероприятиях, песня года и так далее и тому подобное. Сегодня все поменялось, да? Для артиста это уже не имеет такого значения. Абсолютно. Если ты способен поддерживать активность какую-то в сети, если ты, ну, собственно, и все. Если ты вот работаешь активно и общаешься с аудиторией сетевой, то ты совершенно не зависишь от федеральных каналов, да и не федеральных, ни от каких. Уже ни радио, ни телевидения, конечно, не играют улучшающей роли. То есть, Ютуб уже является приоритетом для артистов тоже сегодня? Ну, наверное, да. Да, да, так и есть. Понимаете, вот тот же там клип «Патриот», он набрал там больше двух миллионов, да, для нас это большое число, то есть там, помню, там Сема Слепакова это не что, два миллиона, но для нас это прямо хорошо. Все-таки группа играет почти 37 лет. И понятно, что эту песню ни разу не поставили ни на какое радио, ни на какое телевидение, да, вообще. И что? И при этом мы ее поем там на любом концерте, и все люди, которые стоят в зале, находятся, все ее знают наизусть. Поэтому телевизионная раскрутка потеряла актуальность своей совершенно. Но предлагали для радио эту песню? Или даже не было таких инициатив с вашей стороны? Чего никогда не предлагаем радио? Радио само, если хочет, берет. Не хочет, не берет. У нас все песни находятся в открытом доступе, их можно скачать в интернете в Full HD качестве. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира, звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Артем спрашивает у вас, почему, несмотря на то, что вы критикуете российскую власть, хейтеров Андрея Макаревича, который также высказывает критическую позицию, больше? Ну, Андрей гораздо более известный и популярный человек, чем я, поэтому и поклонников у него больше, и ненавистников у него больше, вот и все. И потом, ну, он просто чаще и радикальнее высказывается. Он такой человек несгибаемой воли, я его очень уважаю за эту позицию, но просто мне не сравнится с Андрюшей количество людей, которые вообще за мной следят. А хейтеры, кстати, вот как к ним относитесь, учитывая, что, опять же, в Ютубе их достаточно много, а комментарии вы не отключаете? У меня, я не читаю комментарии вообще, они меня не интересуют ни в малейшей степени, поэтому... То есть это никак не влияет на то, что вы делаете? На меня никак не влияет, нет, мы производим продукт свой, выкладываем его, а к нему относятся люди, покажут, проголосуют рублем потом, придут на концерт или не придут на концерт, а что пишется в сети, меня не интересует. Ну, вас критика не может ранить, вот если, например, прочтете? Конечно, может, может, критика может ранить, конечно, но очень обидно читать что-то несправедливое, а особенно, наверное, обидно читать справедливое, поэтому я и не читаю. У нас звонок еще радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Вопрос такой к вашему гостю. Вы считаете, что у вас официальная карьера закончилась после того, как вы стали против власти выступать? И сейчас бесполезно так вас убеждать. Вопрос задавайте, пожалуйста, это не реплика, а вопрос. Какой у вас? Ну, вопрос такой, что не думаете ли вы поменять свою позицию, чтобы совсем не исчезнуть с эстрады? Спасибо. Нет, вы знаете, я совершенно не собираюсь менять свою позицию. Во-первых, я не могу сказать, что лучше исчезнуть с эстрады. Дело в том, что моя группа и я лично, мы отнюдь не исчезаем с эстрады. Мы в мирное время, до того, как нас загнали в карантин, играли по 3-4 раза в неделю в самых разных местах и городах и так далее. Так что мои расхождения с точки зрения властей на те или иные события и процессы в нашей стране, они не влияют на количество наших выступлений. Вы считаете, принципиально важно высказываться по тем или иным политическим вопросам? Или все-таки музыкант, артист может быть обособлен от политики? Может. Я высказываюсь только, когда меня спрашивают. Я сам вообще не лезу ни с какими заявлениями и прочее. Мне достаточно песен, спектаклей, которые мы делаем. Там я высказываю свой экспозицию. Если меня спрашивают вежливым голосом, я вежливым голосом отвечаю. Потому что невоспитанно игнорировать вопросы, которые к тебе адресованы. Фильм «День выборов-1» и «День выборов-2», кстати. Во второй части вы тоже снимались. У нас были артисты, которые тоже играли. Квартеты этот фильм, собственно, и создали. Вы сказали, что второй получился не столь удачный, как первый. Вот как вы оцениваете, кстати, вторую работу? Вторая работа... Ну, вторая работа, она более профессионально снята и сыграна. Вообще, надо сказать, что за годы, которые прошли, и за те фильмы, которые расположились между первым и вторым днём выборов, и «Квартетчики» стали гораздо лучше играть на экране, и снимать, и писать сценарий более профессионально. Всё-таки «День выборов-1» — это переделанный спектакль. Мне кажется, что это видно. Но второе всё равно, ну как, ну, вторые сиквелы очень-очень редко бывают на уровне первого фильма, на уровне вот того, что породило это явление. Поэтому, мне кажется, что и «Второй день выборов-1». Но он так не выстрелил, как первый, конечно. И там тоже казаки были недовольны, если я не ошибаюсь, в вашей роли. Ну, может быть. Что-то об этом было написано, кажется, потому что с казаками у вас как-то не ладится. С казаками, да, но при этом у меня никаких конфликтов с казаками не было, и нет, и не будет, я думаю. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. Мне вот нравится ваше название «Несчастный случай». С нами, конечно, в 90-х годах со всеми произошёл этот несчастный случай. А вот вы же согласитесь, наверное, понимаете, что против России такое негативное отношение. Есть противостояние против России глобальное такое, да? Ну вот почему, например, в России сами российские художники стараются эту гонку возглавить? Возглавить, как бы, да? И как же вот вы страдаете там такой тоталитарный, вредный? Вот что вы самого вредного получили за свою такую позицию политическую? Да, спасибо вам. И вот Жириновский выступил, извините, я так скажу. Жириновский вот выступил недавно, буквально на днях, и он призвал объединиться за мир. Вот не надо, может, устраивать разборки. Тут не пускают российских певцов, не знаю даже за что. Да, вопрос задайте, пожалуйста, времени мало. Нашего священника, глава священника, да, не пускают в Латвию. А за мир объединится и спеть. Вот Жириновский так прочитал эти стихи по-новому, которые там и пели. Давайте, парни, все иди. Да, мы поняли вас. Да, всё, спасибо вам за ваш комментарий. Нет, я как раз очень за то, чтобы объединиться во имя мира. Мне тоже совершенно неинтересны, кажется, излишними вот эти взаимные меры, санкции и прочее. Далеко не все артисты и художники возглавляют, как вот только что выразилась милая радиослушница, возглавляют противостоя конфликт. Да, есть несколько довольно одиозных персонажей, ну, там, десяток, может, два десятка на многомиллионную страну. В общем, мне не кажется, что прямо все мои коллеги по цеху так прямо рьяно поддерживают Путина, его реформы и так далее. Просто складывается такое впечатление, потому что те, кто выступают против, они не получают, ну, каналов связи, да, таких традиционных. Их точку следия не услышишь по телевизору или по радио. Поэтому и складывается такое впечатление, что все за существующую власть. Но это не так. С Валдисом Пельшем, нашим соотечественником, общаетесь? Конечно. Не дали, как вчера, мы вместе играли концерт, получили большое удовольствие от общения друг с другом. Рассказывайте. Записали песенку только что «Блюз для тех, кто спит со мной». Можно посмотреть тоже у нас на YouTube-канале «Несчастный случай». На этой неделе запишем тоже вместе песню с Валдисом, выложим к концу недели. Так что мы с ним очень активно работаем. Вот за эти годы, несчастный случай, уже 37 лет, да, вам примерно? 36,5. 36,6 у вас должен был быть концерт, кстати. Да, совершенно верно. Он, к сожалению, перенёшься. Я именно о нём говорил, когда... Да, в апреле, который должен был состояться. Да, да, да. Вот есть рецепт долголетия, учитывая, что практически те же люди, и, соответственно, почти 40 лет вместе. Ну, как выживаете друг с другом? У меня есть рецепт совершенно чёткий. Нужно давать людям свободу, возможность заниматься не только группой, но и своими проектами, причём связанными с музыкой или не связанными, неважно. У нас все самостоятельные люди, у которых есть свой бизнес или своё занятие какое-то. И когда мы встречаемся на репетиции или на концерте, то каждый приходит с каким-то новым опытом. И поэтому с ним интересно общаться. У нас там барабанщик наш играет, он джазовый барабанщик, он играет ещё с десятком коллективов, да, и он существляет там художественное руководство в одном из московских джазовых клубов. Понятно, что он постоянно общается с другими вообще людьми, с другой музыкой, не только с российской, да, но и американской, европейской и так далее. И с ним безумно интересно об этом говорить. Наш бас-гитарист Ромка печёт хлеб, причём он стал одним из таких ведущих хлебопекарей московских. Поставляет хлеб там в дорогущие рестораны, магазины и так далее. Он очень серьёзно этим занимается, это большое производство. Он ездит во всякие командировки, покупает оборудование почему-то в Корее. Ну, в общем, это страшно и интересно. Плюс ещё хлебом нас кормят, это тоже хорошо. Ну, кстати, название «Несчастный случай», как сказала наша радиослушательница, он, насколько мы знаем, не связан с 1991 годом и именно конкретно тем, что происходило тогда, как она это интерпретировала. Поскольку мы так назвались в 1983 году, мы точно не могли предвидеть, что случится в 1991. В 1983 год как раз ещё отмечена трагедия с Боингом, но вряд ли, наверное, тогда об этом сообщали, и вы об этом думаете. Конечно, нет. Ничего, Андропов тогда к власти пришёл? Я просто вспоминаю, что было в 1983 году. Да, наверное. Ещё мы примем звонок, успеем в завершении. Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот у нас часто здесь говорят, что а кто вместо Путина? Вообще в России как будто нет ни одного человека. Вот вы хотя бы одного на горизонте видите? Вот лично я вижу, а вы видите? Спасибо. Спасибо. Ну как, я вижу, кто там под ним ходит, это может быть там хоть Собянин, ну Шойгу вряд ли. Ну найдётся какой-нибудь незаметный человек, который сейчас в тени великого и ужасного Владимира Владимировича, которого он поставит просто на этот пост и всё, и будет его контролировать. Скорее всего именно так. Ну а Собянин был бы для вас приемлемым кандидатом на пост президента? А ничего не изменится, видите ли, всё равно так или иначе, пока Владимир Путин будет жив, он будет, ну и, так сказать, дееспособен, он будет так или иначе управлять этим всем. Кто будет номинально президентом? Вот вы же знаете прекрасно, что, например, в Германии есть президент, правда? Да, бывший министр иностранных дел. Парламентская республика, поэтому канцлер более заметен. Ну вот у нас будет, значит, тоже как-нибудь что-нибудь вывернут. Вот сейчас же эта реформа Конституции, которая несколько отложилась из-за коронавируса, она делается, скорее всего, для того, чтобы каким-то образом увековечить вообще полномочия нашего нынешнего президента. Ну пойдёте голосовать, когда состоится голосование? Да, я пойду голосовать против, да, конечно. А храм, кстати, вот это видели, храм вооружённых сил, где мозаика с Путиным, Шойгу и Иосифом Сталином? Ну, я Иосифа Сталина не разглядел, но у меня нет оснований не доверять тем, кто за это всё сфотографировал. Ну, послушайте, военные люди не обязательно умные люди, тут видно, что поработал какой-то дурак. Ну что ж. Патриот? Ну да, и Патриот, конечно, несомненно. Да. Ну мы как раз планировали в завершении нашего эфира поставить отрывок вашей песни «Патриот», если вы не против. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Алексей Корнев, музыкант, был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго.